Теперь обо всем подробнее. Более полусотни североказахстанцев взяли кредиты на весенние полевые работы. Они стали участниками программы «Кендала» от аграрной кредитной корпорации. ТО «Стан Мамлюцкого района» оформила заем на 50 миллионов тенге для пополнения оборотных средств. Это позволило купить запчасти, удобрения, горючие смазочные материалы. На полях хозяйства побывала Ольга Файзулина. Всего в нашем регионе около 4,5 миллионов гектаров плодородной пашни. На них выращивают около 30% зерна от всего производимого в стране. Высокий урожай из года в год получают в ТО «Стан». В прошлом году в среднем здесь собирали по 17 центнеров с гектара. Результаты хотят наращивать, потому посевной готовится заранее. Соблюдаем всю аграрную технологию, которая необходима в наших условиях резкоконтинентального климата Северного Казахстана. Работаем химическими препаратами в полной дозировке. То есть работаем гербицидную обработку плюс фунгицидная обработка. Плюс к этому по флаговому листу отрабатываем вторым потоком фунгицидной обработки. Это против ржавчины и септориоза. Из сортов сеют омскую пшеницу. Она устойчива к болезням и засухе, говорит Рустем Нагуманов. Сейчас на полях Тулостан трудится 50 человек. В начале мая им не до праздников. Это самое время готовиться к посеву. Внесли минеральные удобрения, сделали закрытие влаги, теперь занимаются обработкой почвы. На весенние полевые работы компания оформила заем. Кредитовались через аграрную кредитную корпорацию по программе Кенгала. Мы взяли 50 миллионов тенге. Аграрная кредитная корпорация нам выделила вот этот кредит под 2%. Под гарантию банка второго уровня. В площади Тулостан около 10 тысяч гектаров. Половина из них пашня. Около 4 тысяч займут зерновые. Впервые в этом году на 100 гектарах посеет подсолнечник. Купили зарубежные семена Евростандарта, гербициды, сейлку. Оборудование французского производства обошлось более чем в 5 миллионов тенге. Тут у нас имеется два вида бункеров. Один бункер специально для подсолнечника, второй бункер для минеральных удобрений. Она сразу производит посев. Тут устанавливается междурядие, какое нам надо расстояние между семенами регулируется. Глубина регулируется очень легко. Сейлка очень удобная. Раньше канат Бекенов покупал технику через Казаграфинанс. В этот раз взял за собственные средства. Потратил 40 миллионов тенге. Взяли десяток сейлок, два автомобиля для перевозки сотрудников и доставки еды в поля. В планах купить новый комбайн. Благодаря успешному 2016-му повысили зарплату сотрудникам, выдали 13-ю. Шестерым работникам дали беспроцентный кредит на покупку домов. А еще компания оплачивает питание 34-х учащихся Афункинской школы. Столько человек учатся здесь в начальных классах. Социальную ответственность компании отметил и Аким Становского сельского округа. Активно принимает участие в проведении всех мероприятий по инициативе Акимата сельского округа. В зимнее время поддерживает чистку дороги. В летнее время по благоустройству. В Становском сельском округе 4 ТО крупных, 12 крестьянско-фермерских хозяйств. Как я ранее говорил, на сегодняшний день все они готовы к весенне-пассивным работам. Занимаются в ТОО «Стан» и животноводством. С 2013 года начали породное преобразование. Казахстанских телочек скрещивают с быками породы ангус. С каждым поколением приплод тяжелее, а его иммунитет крепче. Согласно расчетам, на получение чистой породы уйдет 10 лет. Всего в ТОО «Стан» около 400 голов КРС. Полторы сотни из них – приплод этого года. Ольга Файзулина, Жудызбек Ермуканов. Новости МТРК.